В Сикстинской капеле итальянский мастер Микеланджело Буонаротти создал 9 грандиозных фресок, изображающих сцены из первой книги Библии, книги бытия. Эти шедевры разделены на три тематические линии, каждая из которых состоит из трех фресок. Первая группа фресок посвящена сотворению мира Богом. В первой сцене отделения света от тьмы изображен момент, когда Бог разделяет свет и тьму, создавая основу для мироздания. Вторая фреска, сотворение светил и растений, показывает, как Бог создает солнце, луну, звезды и растительность, наполняя мир жизнью. Третья сцена, сотворение Тверди, запечатлела процесс создания небесного свода, отделяющего воды небесные от вод земных. Вторая тематическая линия представляет создание прародителей человеческого рода, Адама и Евы, их падения и изгнания из рая. В фреске сотворения Адама изображен момент, когда Бог вдохнул жизнь в первого человека. Следующая сцена, сотворение Евы, показывает рождение первой женщины из ребра Адама. Завершает эту линию фреска, грехопадения и изгнания из рая, где Адам и Ева вкушают запретный плод и затем изгоняются из Эдема. Третья сюжетная линия посвящена жизни Ноя и испытаниям человечества. В фреске жертвоприношения Ноя изображен момент, когда Ной благодарит Бога после спасения от потопа. Вторая сцена, опьянение Ноя, показывает уязвимость человека после великого бедствия. Третья и самая драматическая фреска этой группы – Всемирный потоп, где люди и животные борются за жизнь во время катастрофического наводнения. Эти девять фресок не только демонстрируют величие и искусство Микеланджело, но и передают глубокие библейские истории о создании мира, грехопадений человечества и Божьей милости. Секстинская капелла стала местом, где библейские сюжеты оживают, позволяя нам задуматься о вечных истинах и человеческой судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok